У первый класс гимназии по прописке у пятой без экзаменов. Указ о приеме во установе агульной средней адукации и навучании у них поступово усабляется у життё. Черговая адукационная реформа закранула не только керавництво системы адукации у целом и директору гимназии у приватности, а и десятки тысяч детей и их батьков. У новых правилах разбиралась Марина Джалая. Если примут не по прописке детей у первого класса, то тут уже учится его старый брат или сестра. Что робить колесы на Бударшкане? Поступили в гимназию, пошли в учиться в иншую школу, а зараз дома официны замоцовали за гимназией. Те можно вернуться. Те заменят скосованные испыты у пятый класс на некую иншую проверку ведов. По лапытанию, ке турбует батьков великое. У администрации гимназии что день особисто, альбо по телефоне лумачить новые правилы. Учащиеся четвертых классов в следующем учебном году без каких-либо вступительных экзаменов перейдут в пятый класс. Учащиеся девятых классов по завершении обучения на второй ступени общего среднего образования будут, как обычно, сдавать три экзамена – русский язык, белорусский язык и математика. Позже, если наши выпускники нашей гимназии пожелают перейти в профильные группы десятого класса гимназии, они имеют право это сделать без каких-либо вступительных испытаний по профильным предметам. Выпускники девятых классов любых других учреждений образования должны будут сдать предметы профильные, профильные экзамены по тем предметам, которые они сами для себя определят, и на основании результатов экзаменов поступить к нам в десятый класс. При условии, что в десятом классе либо в одиннадцатом классе у нас будут свободные места. Что до первых классов, гимназию в первую чергу будут залежать пых, кто относится до установы эдукации по прописце. Прием заявок законных представников пройдет с 12-го отширования до 28-го жнивня. Остать неожидают, что смогут претендовать на вакантные месяцы, когда такие застанутся. Пришим специалисты райцю заявлено поступление обовязково указывать час их подачи. Вплоть до того, что в заявлении родители должны указать не только дату, а может быть даже и время подачи документов, для того, чтобы не возникали какие-то спорные моменты. И здесь должна четко сработать сама гимназия, для того, чтобы не возникали различные коллизии и жалобы друг на друга. Больше подробязный репортаж об новых правилах поступления у гимназии, а также о особенностях селетнего тестирования глядите в неделю 29-го красавика у программе «Новины ты дня» на телеканале «Беларусь-4 Гомель». Марина Джалая, Валерия Гапанько, телерадио «Компания Гомель».